Перейдем к сводкам генерального штаба. Начнем с зоны ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север, это Волынское и Полесское направления. Там оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском-Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на стратегически важные направления, также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственных границ в Белгородской области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица на Купинском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Севернее Зыбино Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 7 атак врага в районах Восточной Макеевки Луганской области и Северо-Западнее Дебровы Донецкой области. Переходим к Бахмутскому направлению. Там противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка, Клещевка и Андреевка Донецкой области. Также силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе, техники закрепляются на достигнутых рубежах. Тем временем в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг осуществил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. На шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Равнополь Донецкой области. Но на запорожском направлении силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Работина Запорожской области. Сила обороны Украины продолжает введение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском. Наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. Переходим к зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса. На Херсонском направлении сила обороны продолжает вести контрбатарейную борьбу, уничтожает составы и наносят успешные атаки по тылам противника.